Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Ковешников Ольга Тимофеевна. Я кандидат в педагогических наук, доцент кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории и обществоведения Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Сегодня тема нашего разговора – музейная педагогика и ее образовательные возможности. Данную тему мы рассмотрим в аспекте проведения экскурсий для детей младшего школьного возраста. Как мы знаем, исторические экскурсии могут проводиться в различные музеи, к историческим местам, к историческим памятникам и в историко-бытовые комплексы. Они являются важнейшим приемом ознакомления учащихся с историей родного края. Ценность экскурсий заключается прежде всего в том, что они конкретизируют исторический материал и помогают лучше понять исторические факты, которые школьники изучают на уроках истории. Ни художественный рассказ, ни чтение учителя, ни наглядные пособия не могут конкурировать в смысле наглядности с экскурсионным материалом. Предметная наглядность исторических экскурсий приобретает особую эмоциональную силу благодаря чувству исторического сопереживания, рождающемуся при общении с подлинными историческими памятниками и вещами. Однако не все экскурсии обладают одинаковой наглядностью и одинаковой силой воздействия на младших школьников. Наивысшей силой воздействия обладает показ и изучение подлинных памятников старины непосредственных свидетелей прошлой жизни. Кольчуги, мечи, вещи, непосредственно принадлежавшие великим историческим деятелям, подлинные экземпляры денежных купюр или исторических документов, трофеи Отечественной войны и тому подобное. Все это приковывает внимание учащихся и обеспечивает создание конкретных исторических образов, питая творческое воображение и эмоции. Важную роль в восприятии младшими школьниками экспонатов играет создание их целостного образа из отдельных исторических деталей, например, манекен воина. Это помогает формированию верных исторических представлений школьников. В то же время меньшей силой воздействия на младших школьников обладает местность, в которой разыгрывались определенные исторические события, на которой они хранят сейчас никаких следов этих событий, кроме мемориальных досок. Для того, чтобы воскресить в мыслях прошлое, учащимся необходимо и отбросить современное, и воссоздать образ прошлого. Это задача, с которой они справляются с трудом. Такие экскурсии менее доступны младшим школьникам, и их познавательное значение, поэтому, меньше. Организация исторической экскурсии для младших школьников предполагает соблюдение ряда методических условий. Так, экскурсия должна иметь конкретную тему, которая определяет ее основное содержание. Например, история Царицына или соединение фронтов под Сталинградом. Это придает экскурсии целеустремленность и обеспечивает усвоение материала младшими школьниками. Бессистемный, бесплановый показ экспозиции музея или местности проводиться не может. Следующим условием является целевая установка. То есть экскурсовод должен продумать, какие знания приобретут учащиеся в ходе экскурсии, формированию каких ценностных отношений учащихся будет способствовать отобранный им материал, то есть знания о каких ценностях получат учащиеся и какие позитивные эмоции они должны испытать. Исходя из цели экскурсии, происходит отбор материала. В музеях, где большое количество экспонатов, необходимо отобрать небольшое количество яркого и доступного по возрасту детей экспонатов, которые позволят раскрыть содержание экскурсии. При этом рассказ о каждом экспонате должен быть содержательным и связанным. Для лучшего усвоения детьми содержания экскурсии требуется использование дополнительных пособий, репродукций, планов, географических исторических карт и так далее. Это связано с тем, что младшие школьники не обладают как взрослые, сформированной системой исторических знаний, и им необходима опорная наглядность. Количество экспонатов должно быть соотнесено с продолжительностью экскурсии. При этом необходимо учитывать, что младшие школьники не могут долго удерживать внимание, поэтому нужно учитывать время и для проведения с ними разминок. Еще одним условием является определение четкого маршрута экскурсии согласно плану. Он должен быть по возможности коротким, без хождения зад и вперед. При составлении маршрута должен быть учтенный характер восприятия детьми экспонатов различного рода. Внимание детей привлекает прежде всего яркий материал, поэтому с него надо и начинать экскурсию. Следующим этапом после отбора экспонатов и установления маршрута экскурсии является отбор методов ее проведения, приемов показа экспонатов и организации работы учащихся на экскурсии. Методика проведения экскурсии для младших школьников предполагает следующие рекомендации. Перед началом любой экскурсии должна проводиться подготовка к экскурсии, то есть должна быть проведена предварительная беседа, в ходе которой дети получают информацию о том, куда они идут, что будут смотреть, что нового узнают, на что им необходимо обратить внимание. Также, если тема экскурсии позволяет это сделать, необходимо при проведении беседы опираться на знания школьников, которые они получили в ходе обучения истории и на их возможный социальный опыт. Экскурсия должна организовывать наблюдение детей, давать им богатые зрительные впечатления, но одних зрительных впечатлений, конечно, недостаточно для усвоения экскурсионной темы. Необходимо разъяснение экскурсовода, поэтому основной вопрос методики проведения экскурсии – это вопрос о сочетании наблюдений детей и слов экскурсовода. Самым простым приемом проведения экскурсии является демонстрация экспонатов, при которой экскурсовод указывает на один экспонат вслед за другим и сопровождает свой показ краткими пояснениями относительно характера и содержания экспоната. Однако, наиболее эффективным является прием художественного рассказа. Ученики легче усваивают исторический сюжет, если он раскрывается в содержании рассказа по четкому плану, предпосылке возникновения событий или явлений, ход событий, его результаты. Из-за затрудненности осмысления исторических знаний у младших школьников следует вводить сюжетный рассказ, давать яркие характеристики исторических деятелей, использовать различные средства наглядности и т.д. При этом экскурсоводу необходимо строго следить за планом рассказа, беседы, разбора картины, всегда относить события к соответствующему месту и времени, персонифицировать исторические события, так как школьникам более понятным будет рассказ о конкретном герое, нежели какие-то абстрактные высказывания. При этом изучение жизни и деятельности людей должны вестись в фронологической последовательности. Учащихся следует постоянно подводить к выводу о том, что все перемены в обществе совершаются не сами собой, а являются результатом действий многих людей, среди которых важное место занимают выдающиеся исторические деятели. Необходимо проводить обобщение единичных фактов, так как при овладении историческими знаниями учащиеся могут доводить единичный случай до уровня широкого обобщения. Давать односторонний подход к оценке исторических событий, явлений, исторических деятелей, так как учащихся младших классов не могут еще высказывать собственные оценочные суждения. Прием художественного рассказа дополняет прием реконструкции, то есть создание цельного исторического образа из отдельных элементов, например, жизнь дворянства или купечества. Рассказ экскурсовода может быть оживлен приемом цитирования отрывков из исторических документов или из художественной литературы. Важным элементом методики организации экскурсии является активизация работы учащихся путем вовлечения детей в объяснение экскурсионных объектов, организации беседы вокруг одного из экспонатов. Вопросы экскурсовода позволяют привлечь внимание младших школьников к экспонату. Также беседа может быть построена на сравнении экспонатов. Учитывая возраст и познавательные возможности учащихся начальных классов, экскурсоводу не следует сильно расширять содержание экскурсии. Нужно постоянно следить за своей речью, чтобы не переносить приемы изложения, которые предполагают наличие эрудированной публики. Преодолеть неустойчивость внимания младших школьников можно постоянной сменой деятельности, то есть выслушать монотонное повествование в течение 40 минут учащиеся не смогут. Для этого важно в экскурсию включить игровой элемент, например, дать задание в начале экскурсии, запомнить как можно больше экспонатов, связанных с бытом или названием вооружений, или через каждые 10-15 минут проводить блиц-опросы по тем экспонатам, что они уже увидели, ну и другие формы работы. Полученный основной материал экскурсии должен быть систематизирован и закреплен. Необходимо, чтобы в конце экскурсии дети поделились своими впечатлениями об экскурсии. Например, что им больше всего понравилось, что их удивило. Это дает возможность детям выразить свои эмоции, а экскурсоводу понять, как можно скорректировать план данной экскурсии, или как лучше расставить акценты. Таким образом, построение экскурсии для младших школьников – сложный и кропотливый процесс, который требует особого внимания со стороны работников музея. На этом мое выступление подходит к концу. Я благодарю вас за внимание, желаю вам успехов. Спасибо за внимание.